Вятка Ралли Вятка Ралли Раллийная история команды Вятка Ралли началась в 2009 году с постройки ВАЗ-2101 1977 года выпуска. Автомобиль именно такой, потому что с юных лет Климу не давали покоя старые видеозаписи ралли 70-х-80-х, где балом правили именно заднеприводные авто, по праву считающиеся классикой ралли. Тогда Клим еще не понимал, сколько трудностей ждет на этом пути. Она проехала одну гонку ровно, даже меньше. И нам, конечно, очень все понравилось, но на тот момент мы поняли, что каких-то серьезных результатов именно от этого донора, от этого кузова ждать никак не получится, потому что на тот момент этому автомобилю исполнилось 33 года. Но с дороги сворачивать никак нельзя, и Клим приобрел новый пятый кузов. Раскрас выбрали Олл Италия. Когда не история автомобиля? Его замечательного предка Фиат-131 и его знаменитых пилотах Вальтере Рерли и Марку Аллене. Начало выступлений команды «Вятка» ралли пришлось на 2010 год в клубном кубке. Тогда в роли штурмана Климу ассистировал Миша Лопатин. Это был первый и пробный сезон, где не было программы выездов, не было стабильности, не было надежности в машине. В сезоне 2012 команда сосредоточилась на Кубке России, потому что ребята поняли, это им по силам. И так сезон начался. Сезон Кубка России 2012 начался в декабре 2011-го в небезызвестном азвесте. Это был первый наш вейс на обновленной машине с 16-клапанным мотором. От классического команда окончательно отказалась. Главной задачей было привыкнуть к новому мотору и к новым шипам. Результаты первой секции обнадежили. Команда находилась на четвертом месте в классе. Машина вела себя отлично, но несмотря на хороший настрой и качественную подготовку, проблемы не заставили себя долго ждать. На одном из спецучастков то ли это была моя ошибка, то ли детали заднего моста уже не выдерживали потенциала нового двигателя. В общем, у нас срезало полу, я сломал ее пополам, и мы вынуждены были сойти. И таким образом на первом старте, на первом выезде на Кубок России мы оформляем сход. Ноль очков и... в общем, ноль. Следующим этапом Кубка стала гонка Яккина 2012. Клим слишком много слышал об этой карельской гонке, чтобы ее пропустить. Она поистине имеет статус культовой. Тут и всегда много снега, тут и неповторимые финские ровные дороги, красоты природы и радужный прием. Мы жили в частном доме, и там была природа. Мы хорошо проводили время, мы каждый день жарили рыбу, парились в бане, играли на гитаре, веселились. Начиная с этого выезда и во всех последующих, место штурмана занял Андрей Калышницын. На этот раз техника снова потребовала привыкания. Не было никакой стабильности. К Яккине из Венгрии пришла кулачковая коробка передач, которая, кроме измененных передаточных чисел, имеет еще и непривычную схему включения. Привыкание у нас к автомобилю шло. Автомобиль постоянно технически пытаемся совершенствовать в этом сезоне. И надо было все равно привыкнуть к нему, к поведению автомобиля, к мотору, к новому. Толком не успели привыкнуть к коробке, к новой привыкнуть. Ну и обкатать себя в новых условиях, посмотреть на трассы. То есть тоже интересный статистический материал. То есть уже когда знаешь, на что рассчитывать, на рассчитывать, с кем бороться. Первые спецучастки команды проезжали в кромешной тьме. Дороги в Карелии особые, очень ровные, но непростые. Петляющая с реки корабельных сосен широкая плаца дороги просто пронизана плавными подъемами и спусками, придавая трассе знаменитый трехмерный характер. В итоге мы финишировали на шестом месте, это нас вполне устроило. Самое главное, мы тогда думали, что мы определенной надежности от техники добились. То есть у нас ничего не сломалось. И именно поэтому, потому что техника выдержала, мы поехали в Ростов. Сразу же из Карелии команда «Клима» отправилась покупку дальше. На пути команды могучей каменной стеной встал красавец Ростов-Великий. В Ростове мы ходили в церкви и по проходам. Я помню, там была очень вкусная копченая рыба. Оказалось, что Андрей Калышницын уже был на этой гонке в 90-е годы с пилотом Сергеем Бусыгиным. Вот эти карьеры и дороги, соединяющие их. То есть то, что базируется основной километраж гонки, тот же самый остался, ничего не изменилось. Даже хитрые поворотики, хитрые петли, практически конфигурация не поменялась. Задача на эту гонку была непростая. Сохранить и ускорять темп, набранный в Якиме, и по возможности складывать очки в копилку. Ну, несмотря ни на что, мы очень хорошо проехали первую секцию, потому что как-то вот, ну, видимо, еще запал с Яким и не пропал. И техника хорошо себя в ЛМ, мы отлично проехали первую секцию, мы были вторые. Клин допускает ошибку. На спецучастке Любилки команда пролетает поворот, теряя при этом 10 секунд времени. Теперь экипаж переместился со второго места на третье. Получилось достаточно удачно для нас, мы взяли третье место, в общем-то, первый подиум в сезоне. Бегали люди по парку, кричали, что автомобиль не может так ездить, что это какая-то чудо, магия, и отечественная классика не может так быстро ехать. Помните свою свадьбу. Как вы ко всему тщательно готовились, все получилось, гости довольны, праздник удался на ура, а на утро, после этой важнейшей даты в вашей жизни, складывали чемоданы и собирались куда-нибудь насладиться друг другом уже по-новому, уже по-семейному. Но это не про свадьбу Клима и Ани. Клим мне перед свадьбой говорит, Анют, а ничего, если мы после свадьбы сразу же поедем в Кыштым? Я говорю, ничего, все хорошо. А что это такое? А это оказался город, в котором проходил один из этапов гонки. 22 февраля Клим и Анна поженились. Мы в 7 вечера с женой встали со стола, с дружеского, с родительского, так скажем, несолоно хлебавшие, сели в машину, переоделись в теплые вещи, команда уже была готова, и мы поехали в Кыштым. Так что у нас сегодня путешествие – это Кыштым. И выясняется, что мы едем в машине с молодоженами на гонку. Ребята выпрыгнули из-за свадебного стола, прыг в машину и поехали на гонку, так сказать. Это, наверное, самое оригинальное свадебное путешествие. А 23 февраля на Малахите начались технические проверки и пропись. Гонка – одна из немногих в стране, имеет интересную черту. Часть спецучастков расположены на льду озер. С ледового Димидовского пруда гонка и началась. Этот спецучасток команда проиграла капитально – седьмое место в классе. Но на ночных спецучастках удалось отыграться. После слюда рудника и куватала экипаж Клима Бойкова обосновался на четвертой позиции. Мне нравится ездить на гонки, потому что там много машин, результаты временно. И я болею за свою команду. В основной день гонки команда вырывается на второе место. Второй подряд подиум – достойное завершение зимней части сезона. Ну а дальше у команды «Вятка ралли» был трехмесячный перерыв, за который экипаж крепко подготовился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы полностью починили автомобиль, сделали все работы, покрасили за пять часов. За вечер мы с утра уже стартовали на исправной машине, но все равно неисправности постоянно нас преследовали. Потом во второй день у нас на второй секции отпал проводок. Если в первой секции экипаж Бойкова-Колышницына двигался уверенно, а не шли вторыми в классе за экипажем Евсеева-Ляпарова, то буквально через 500 метров после старта второй секции у команды отказывает электрика. Экипаж оформляет сход. У нас просто в тот момент сломалось все. У нас мы оторвали амортизатор, были вынуждены чинить его очень быстро. Были проблемы с электрикой, как потом показалось в скрытии, еще и мы остались без мотора. А с бестой все равно нам не удается. Почему-то ломается в технике то, что не должно ломаться. Такие детали не выходят из строя. Ремонтировали автомобиль два месяца. Андрей поставил новые тормоза и разобрался с электрикой. За это время команда пропустила три гонки. Культурная программа была, конечно, все хорошо. Мы отдыхали, там за день приехали до гонки, отдыхнули, все, посмотрели город, все красиво, все хорошо. Отдыхнули там, искупались в озере, поплавали на лодке. Сама гонка очень традиционная, год от года. И даже зимой и летом совсем не меняется. Трасса обещала быть убойной. Колеи уже на прописи наметились приличные. Как оказалось, сошли 50% экипажей. В их число вошел и экипаж Байкова-Колышницына. Ребята сломались на первом допе. Вынуждены были сойти, подвела техника, подвел задний мост, к которому мы так были уверены. После очередного, как сказать, опять же, разбеса, мы уже решили, что у нас, ну, все хорошо. Ну, и Балтийские мосты подводят иногда, видимо. Ребята как-то там не умеют так варить, чтобы их мосты жили на наших дорогах. У нас практически сразу со старта оторвался задний мост. И все до финиша, мы так тихонечко доскреблись. И потом уже сразу же поехали, по сути дела, домой. Это самый такой скоростной сход. То есть доп, старт, 2 километра, все, финит на ляк-меде. Дальше можно не ехать. Не на чем ехать. Ребятам как воздух нужны были очки, поэтому они не могли пропустить гонку в Выборге. Там команда получила все, что хотела. И хорошее впечатление от города, и обширную культурную программу. Гонка в Выборге не могла не порадовать, потому что, во-первых, хочется сказать, что мы прекрасно провели время. У нас была культурная часть, мы гуляли по городу, смотрели на эти прекрасные строения в европейском стиле. Ну и порадовал нас результат гонки. Второе место это очень достойно. Что касаемо самой гонки, организаторы были вынуждены исключить часть дистанции спецучастка, из-за того, что там местами совсем не было дороги. Хуже всего оказалось то, что дорога была, особенно некоторые допыни, очень сильно разбита. На первой секции наш экипаж взял хороший темп. Ребята держат вторую позицию в классе за экипажем Терещенкова-Козлова, но на прыжке через газовую магистраль Клим нарушает геометрию передней подвески, тем самым сбивая темп. На спецучастке Яшина, как и многие другие участники, наш экипаж попался на собственной невнимательности или невнимательности организатора. Да, понятно, что же туда же. Ленточкой там они перегородили участок. Планировали сделать на одном из допов «Летардер», но почему-то не указали ее в путевых документах, когда прописывали страссу, «Летардер» не прописывался. А когда вы вылетаешь с поворота, с прямой, с поворота, с единичкой вылетаешь, и видишь перед собой ленточку, то сообразить, куда ехать, было очень трудно. Потерянное на этом спецучастке время около 10 секунд, как потом окажется, сказалось на результате гонки. На вторую секцию ребята уходят с установкой «Догнать Терещенкова», которую, к великому сожалению, не выполняют. Климу не хватило 2,8 секунд, чтобы догнать конкурентов. Но по итогу гонки команда «Вятка ралли» оказалась в десятке абсолютно, на почетнейшем десятом месте. А в классе 1600Н наш экипаж стал вторым. Второе место 2600Н, внимание, Клим Байков, Андрей Калышныцов, город Киев, на ВАЗ-2105. Молодцы! Это доказательная машина на «Зайку-спойлер», в которой было написано «Бередний привод» за скидание. В сервисном парке в Азбесте есть хорошие столовые. Там всегда нормальные цены, но когда начинается ралли, там есть кнопка «Ралли-2», и цена умножается на 2. Там очень вкусная еда, но когда идет ралли, она становится как в самом дорогом ресторане. Поскольку положение в кубке на тот момент шаткое и скользкое, ставка целиком была на эту гонку. Начали экипажи с картинга, а как еще назвать эту микротрассу-экспо на окраине Екатеринбурга. За два прохода этого спецучастка ребята в жуткой борьбе завоевывают 17 место из 18 участников. Ну, азбест, азбест есть азбест. Азбест — это не просто азбест, это просто какая-то мистика. Второй гоночный день был более результативным. К финишу первой секции ребята добрались третьими в классе. На седьмом спецучастке под названием «Кросс» наш экипаж ломает машину, причем в неожиданном месте развалилось сцепление. Гонка ехалась уже с такой, с опаской, что мы точно ее не доедем. И когда мы ее не доехали, то в принципе мы не расстроились, потому что, ну, это было такое, настрой уже был на гонку такой, что азбест непобедимый. Общая ситуация достаточно критична. Для участия в финале Кубка России не хватает очков. Нам тогда нужны были очки очень сильно. Либо очки дальше, то есть либо мы едем в Петербург, который не планировали, либо мы никуда не едем дальше. На финал нам нет смысла собираться, потому что, ну, ничего там нам не взять. Перед Питером на ремонт машины экипаж Байкова-Колышницына потратили полдня. Заменив сцепление, ребята взяли курс на северную столицу. Эта гонка, как и гонка в Ростове, была знакома для Андрея. Вместе с пилотом Сергеем Бусыгиным в 98-м году они стали четвертыми на восьмерке. Эта самая гонка, знаменитая «Шалаш», это тоже очень узкий асфальтовый док, около озера. Заканчивался у нас, он заканчивался как раз где комплекс «Шалаш» Владимира Ильича Ленина. По иронии судьбы, на эту гонку вместо Макса Усатова в качестве механика отправился Сергей Бусыгин. По итогу первого раллийного дня первыми в классе были Терещенков-Козлов. Именно вот эта первая асфальтовая часть гонки, благодаря которой, в общем-то, мы смогли всю гонку держаться на высоких позициях. Мы себе сделали такой высокий задел, что мы держались в лидерах, благодаря тому, что постепенно просто с ним расставались. Второй день начался с загнутого рулевого. Снова автомобиль ведет себя как капризная женщина, но наш экипаж двигается в правильном направлении. Я помню, что после второй секции мы шли первыми среди всего монопривода, перед нами был только полный привод, и мы, то есть, даже двухлитровый класс оставили позади себя. И в определенный момент мы просто проглядели экипаж Новоселова, а ребята очень методично потихонечку нас догоняли. И в определенный момент там на предпоследнем, по-моему, спецучастке ребята отыгрывают у нас что-то около двух секунд. За время сервиса ребята совершили технический подвиг и за час пятнадцать заменили полностью правую переднюю подвеску и заварили трещину в корпусе заднего моста. Тогда ребята знали, что основной соперник, Козлов-Терещенков, сильно теряет темп из-за перегрева. И за атакующим местным экипажем Новоселова-Бирюкова просто не следили. А ребята взяли и привезли нашему экипажу три с лишним секунды. В итоге Клим и Андрей поднялись на подиум за вторым местом. Пусть колеса были в разные стороны, но, тем не менее, результат был отличный. Я считаю, по этой гонке, по всем тем проблемам, которые преследовали экипаж, в итоге результат говорит сам за себя. Место получилось хорошее. Вот команда и добралась до заветного финала. Приехав на Кубань, Клим с Андреем поставили только одну цель – финишировать не ниже шестого места. Гонка началась. И на первом же спецучастке начались проблемы, причем не технические. Андрей немножко ошибся, не там поставил отметку. И когда мы поехали, я точно помню, что я говорю, Андрей, не то. Андрей, не то, не то, не то. И мы ехали несколько километров, я не знаю, может быть, два, три или четыре. И мы ехали без стенограммы, все по глазам. В гору, едем в гору. И Андрей не может привязаться, потому что вот в самом начале мы допустили ошибку. Тем не менее, на этом спецучастке ребята финишировали вторыми. Второй день гонки начался без ошибок. Восьмисотметровый спецучасток «Орленок» ребята проехали первыми. Правда, снесли финишный створ. К большому сожалению для нашей команды, гонка закончилась на пятом спецучастке. Стартуем на пятый спецучасток уже с планом, с заделом на то, чтобы выйти на третье место в гонке. К сожалению, проехали 2-3 километра где-то. И автомобиль начал подавать признаки каких-то неисправностей. Причем такой плавающий. То она есть, то она нет. То мотор глохнет, то работает. И это было самое ужасное. Машина то едет, то не едет, то едет, то не едет. Мы не могли найти неисправности, не могли ее устранить. Но, к сожалению, и третье место в кубке, и финал, и вообще... Вся эта дальняя дорога, все это... В общем, на этом на всем был поставлен крест. Пока у нас не крепкая машина, но проблемы все решаются. И этот сезон был только обкатывающим. На сегодняшний день, я так считаю, что вот у нас в Кировской области это, пожалуй, самый перспективный, самый лучший экипаж. Это моя точка зрения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Во-первых, папа меня отпускает за счет того, что я хорошо учусь, получаю пятерки и без троек, без двоек, потому что я хожу на разные секции, и формуле 1 не надо. Во-первых, это очень дорого. Я не очень люблю летать на самолетах, а там постоянно придется летать на самолетах. Субтитры сделал DimaTorzok